Пятого августа сегодня труднёмся с утра. О, палатка, они меня порвут. Дайте сюда, мудрецы бородатые, дай. Это военное качество здесь, хорошее. Подожди, подожди, это моя палатка. Ну дай, дай сюда, отпусти. Так мы не будем возить следу. Полисот на руках. Её только починили у меня из Канады, Мария была Королёва. Это генерал-полковник подарил мне, Пьянков Борис. И премудрые какие. Не спрося с меня и начинаю их командовать моей палаткой. Не дам. Экономия сил. Экономия сил. И времени. Всё, давайте. Лопата это ещё есть, то Володе надо лопату. Экономия сил и времени, Игнатьевич. За счёт этого выигрываем. Экономия сил и времени. Вёдер мало, вёдрами. Давайте ещё тогда вёдра эти все. Вёдра. Вёдра. Палатка не та, она порвётся. Да мы просто аккуратно, чтобы не тёрнуть. Да, ребят. Всё, конь, а палатки не будет. Много было. А сейчас. Вот, брат. Для ведра. Так, давай. Петр, с ведра хватит. Дед зажили в палату. Вот. Всё, Володенька. Спускайся там, выравнивайся. Сейчас через одну начинаем смачивать. Ну всё. Слава Христу. Аллилуйя. Пятое августа 26-го года. Брат Владимир займётся сейчас работой с бензопилой. А тут как раз привезли. Что там? Вот тут написано. Нету? Нету? Нету. Вот так теперь машины используют в России. То есть её собирали где-то там, в Штатах или где-то. Знали ли они, что будут глину засыпать в багажник. Да, ну вот солнце. Да. Так, давай. А�псис. Да. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Теперь переместимся сюда. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. не изменились. Там куст вот он растет, вот он. Вот он растет по середке. Не изменился. Ты пошел совершенно в другую степь. Геннадий Иванович, давайте воды попьем. Давай. Ты в будущий раз не спорь, а спрашивай. Скажи, я не понимаю слова створ, не понимаю прямая линия. Я буду тебе нарисовать тогда. И тогда ошибок не будет. Ну нельзя так. Не знать и в то же время такой гонор. Все, давай. Воды доставай попить. Я тебе, Роман, задам загадку маленькую. Смотри. Вот это вот мы на здесь. Подойди сюда, глянь. Сейчас разгрузим. Это буквально минутная. Вы отпилили, ну. Я Никите говорю. Вот смотри, вон на бугре, показываю рукой. Видишь, кустик растет один. Ну вижу. Вот. Вот один, вот один еще. Вот, вот который вот слева. С левее. Да, вот этот кустик. Ты на него держи ориентир и выйди туда, где ковыль. В прямую линию. И оттуда начни фотографировать. Он ушел в другую степь. Туда ушел? Да. Ну как ты в створ попадешь? Вот он. Вы на него не огорчаетесь. Он на Майдане-то был. А там чаем поили. Ну ладно, ладно. До сих пор некоторые не отошли. Если только, я говорю, ты кувалда, допустим. Возьми кувалду в створ, поставь туда. Он ее вон туда упер. Я говорю, в прямой створ. Я к чему это говорю? В Барнаул поехал сейчас вот. Ну. Ну и забыл с собой взять. Я уже сейчас, ну здесь пища-то натуральная. Ну и там ходил Мерлен или как Мурло, этот магазин называется. Да. Съел там несколько пирожков и выпил чай. Меня заблокировал желудок, все, уже голова болит. И поэтому я остался ночевать. Может бы успел там это. А зачем же ты зашел-то туда? Ну думаю, я знаю это, что это яд. И все равно думаю, ну вдруг пронесет этот раз. Нет, тебе не надо было заходить туда. Не надо. Так там стройматериалы я покупал-то. Ну да, все, если не поешь, не продадут материал, что ли? Не, ну там все рядом. У нас один говорит, я зашел, там кришнаиты. Друг говорит, об обкуренной яблоки дают. Я, говорит, взял. А яблоко упало, я поплыл, скопал. Христианин. Ну вот такое. А на Майдане, наверное, то давали там у 100 крат больше этой химии яда. Ну нельзя же до такой степени унижать кришнаитам пойти за обкуренным яблоком. Одна женщина свидетельствует в 2014 году. Верующая она это. Ну и холодно. Они же так подбирают, что погода была там 10-15 градусов мороза. Люди приходят, ну согреться. А здесь бесплатный чай. И они раз, горяченького чайку. И два дня, говорит, прыгала там, орала там, Украина, слава Украине, все. А потом отошла, говорит, сама не поняла, что делала. И вот так. Вот мне нравится, что, говорит, в Англии изобрить какое-то лекарство. И когда выходят на митинг женщины, а машина эта прошла, говорит, и опылила. И даже не обрызгала ее. Игнать, он что-то налетит. Все женщины схватили за животы, полные панталоны и домой. Только по стенке, по стенке и домой. А простали с желудки в один момент. И уже ни о чем не надо думать. Да сейчас вообще даже, сейчас подумать, какое страшное оружие, вот это биологическое, генетическое. Да, это равно знаю. В 2001 году русские профессора, вот я сейчас на Ютубе. Уберет, убьет одни из нее граждан. В Ютубе эксперимент проводили, то есть в Америку их пригласили. На расстоянии километра от 3 и 20 издают какой-то шум. И крысы, там специально подопытные крысы, у крыс распадается поджелудочная железа. Потом через время запускают другой шум, у них восстанавливается. Американцы, как увидели, вот это, быстро все, материал все согребли. Против русских. Езжайте, говорит, в Россию, мы вас вызовем. Это, говорит, уже 16 лет прошло, никого не вызывают. Вода чистая, будешь пить? Без всяких майдановских. Без всяких майдановских. Перекрестись ничего не будет. Ну не заходи. Ну я молился и крестился там. Ну вот, у меня священники собрались, сидят и говорят, а вы тоже нарушаете каноны. Я говорю, а какие? А вы с евреями мылись в бане. Еще лучше, я говорю, в баню вообще не хожу, у меня своя баня. А не получилось, говорят, а с евреями нельзя в корчму заходить. Я говорю, а я в корчме вообще не бываю. Купили булку хлеба, переломили батон. Вот так, это полезно. Я потом имя отнесу, наверное, ребятишкам отнесу. Батон, сидим с батюшкой, в снег пакаем, и едим. В снег. Выпьешь так? И все. Так они батюшки так пришли, сговорили, что я виновен, что я с евреями шаш не вожу. Я на все лучше. Здесь все понятно. Надо же чему-то. Знаете, надо всю пролбить хорошо. Два мужика решили, ну, кому-то прицепиться. Ну, идет скрипач, несет в футляре скрипку, они раз так, кто скрипач, давай играем на скрипке. Он сыграл красиво, им понравилось. Сигареты есть? Он раз там где-то нашел их. Какие вам? У него выбор большой. Дали сигареты. Выпить есть? Он достает там маленькие эти, тоже выпить. Потом еще раз сыграл, еще раз сыграл. А потом слушай, ты говоришь, вот это пальцами делай. Ты, наверное, выделываешься, говорит. Придолбались все-таки. Пальцами вот так, говорит, делаешься, выделываешься. Так и здесь. Надо придолбаться, они придумываются, что, причину найти. С евреями. Ну, не помогло ничего. Ни коньяк, ни хурю. Еще дальше. Ну, это смысл в чем, что, когда хотят прицепиться, они найдут причину. Найдут зацепку. А я видел такого, идет какой-то, видно, что он, этот, японец или что-то. А они трое, о, они все трое встали. А у него с собой шахматная доска, кажется. Ну, они начали приставать. Он как одному дал, другого, ну, третьего кверх ногами. Вот, как, ну, такое есть, это, какой-то, псевдоним-то, как называется? Оперативный псевдоним. Оперативный псевдоним. Оперативный псевдоним. Когда напали на него, там, мужики, отдайте деньги назад. А он как начал их, одного в воду, другого в грязь. Ой, ребята. Не-не-не, не бойтесь вы. Вы аккуратно, да? Ровно тяните такой. С чьей стороны порвется, тот покупать новый будет. Сейчас такую не найдешь уже. Да, сейчас нет такой. Сейчас даже таких палаток не дают. Первые, помню, годы перестройки-то. У нас тут в армии один служил. И пишет, папа, от старого кетеля пуговки пришли. Говорит, пуговок нету. Дали кетеля без пуговок. Бляха была, говорит, пошли, говорит. Здесь, говорит, нет ремней. В армии взяли, ничего нету. А эти, кто делал перестройку-то? Как они хохотали над этим, над всем? Идешь с собой в больницу, чашку, ложку бери. Все разворовали. На алюминий переплавили. Ну, ладно, хлопцы. Заканчивать скоро будем. Еще раз за два помочим глину. Ну, давай. Щероки у тебя. Щероки. А что означает щероки-то? А это как племя какое-то индейцы, американское, да. Да подождите, я еще не подолбил хорошо. Ой, виноват. Виноват. Я вижу, что ты стоишь. Я думаю, все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...